Первый вице-премьер сегодня принял участие в закладке фундамента на месте будущего культурно-спортивного комплекса. Его возведут в Ворошиловском районе Волгограда. С торжественной церемонии, давшей старт строительству сооружений, репортаж Антона Талпа. Этот комплекс будет построен в самые кратчайшие сроки и оборудован по последнему слову техники. К началу 2013 года здесь возведут здания площадью более 5,5 тысяч квадратных метров, в котором будут располагаться плавательный бассейн с трибунными трансформерами, спортивные и фитнес-залы, а также реабилитационно-восстановительный центр. Я не открою большого секрета, если скажу, что, конечно, миллионному Волгограду сегодня не хватает хороших таких спортивных комплексов и особенно плавательных бассейнов. А здесь будет оборудован по последнему слову техники современной, плавательный бассейн, где можно будет круглый год заниматься плаванием. Виктор Зубков дал старт заливки фундамента на месте будущего спортивного комплекса. Сумма, в которую он обойдется, составит более 200 миллионов рублей. Для работы сюда привлекут лучших тренеров Волгограда. В стенах здания будут проходить тренировки по мини-футболу, баскетболу, теннису и гонболу. Здесь и бассейн, и зал большой. Я думаю, что это очень хорошо для нашей молодежи, что любые виды спорта здесь можно развивать, как плавание, так и игровые виды спорта. Для этого есть и зал. И, естественно, что очень хорошо, что он с трибунами. Здесь и привлечение каких-то зрителей, родителей, знакомых, чтобы приходили, болели, поддерживали своих детей. Кстати, уже в следующем году начнется строительство еще одного многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса, а также стадиона для Волгоградского мужского педагогического лицея.